Я Крант Фарсиан Петрович и сегодня мы первый раз вам представляем нашу новую аэролодку Raptor 590 ER с электрическим поддувом и с двигателем 200 лошадиных сил. Так, ну наша задача сейчас показать какая у нас загрузка, у нас здесь ключи, килограмм 20 точно, термос чаем, мы залили в наши канистры водичку, у нас получилось 1 2 3 4 5 6 7 канистр по 20 литров. Это получается 140 килограмм водички, полный бак под завязку 150 литров, я вместе с сапогами 100 килограмм, мой помощник Василий 100 килограмм, ну и наш Владимир, сколько 90, 95? Нет, 105. 105, красавчик, 105, ну в принципе все по сотке, да, и того общая загрузка у нас, ну путем математики мы все это подсчитаем. Дорогие друзья, садитесь поудобней, если не подписались на наш канал, сделайте это и поехали, от винта. Это достаточно легкая аэролодка длиной 6 метров. Зарекомендовавшим себя двигателем К24, который мы используем больше 8 лет, и новой технологией электроподдува. Наша система электроподдува нагнетает воздух по дну аэролодки и очень равномерно распределяется. И этим самым образуется кавитация воды с воздухом и образуется пузырьковая смесь, и этот воздух поднимает корпус лодки и практически лодка у нас парит. Что мы получаем в результате? Мы получаем экономию топлива примерно на 30%. И чтобы ехать нам с нужной скоростью, нам требуется меньших оборотов двигателя. За счет этого у нас удлиняется срок эксплуатации нашей силовой установки. Наша лодка с системой электроподдува позволяет быстрее выйти на глиссер и с большей загрузкой для дальнейшего движения. Очень хорошо с поддувом снижается нагрузка на чешую, она меньше изнашивается и при этом увеличивается грузоподъемность лодки с 750 до 900 кг. Аэролодка с поддувом управляется более комфортно, особенно при долгих путешествиях, руки не устают. И это мы сегодня покажем вам наглядно. Субтитры делал DimaTorzok И для любителей зимней рыбалки. Электроподдув очень хорошо помогает при передвижении на льду. Лодка у нас не прилипает. И после остановки мы включаем поддув и легко трогаемся с места. Электроподдув это наша уникальная техническая разработка, которая запатентована по сравнению с двигателем ДВС. Намного легче и эффективнее в работе. Конструкция очень безопасная. Здесь нет топливных шлангов, нет выхлопных газов, горячих труб и эффект налицо. Ну и самое главное, аэролодка это как вертолет. Здесь важен каждый килограмм. За счет этого у нас хорошо снижен вес нашей силовой установки на поддув. Особое внимание я хотел показать на наш носовой отсек. Мы его модернизировали, сделали длинную молнию, чтобы носовой тент хорошо расстегивался и можно было его подвернуть внутрь. И при этом эксплуатировать собранным носом. Здесь мы поставили перегородочку, которая защищает от ветра в кабине комфортно, тепло. Мы сохранили мягкость носа для того, чтобы преодолевать большие препятствия, снежные торосы, какие-то завалы. Лодка хорошо их проходит. И здесь мы организовали такую небольшую фельдш-платформу для любителей покидать спиннинг с носа. Ну и можно здесь присесть, отдохнуть, выпить чаю и наслаждаться красотой нашей природы. Небольшие технические нюансы. Вот перегородочка, которая защищает от ветра и холода. У нас здесь есть дополнительные лючки для обслуживания вебасты. Потому что это очень важно. И также здесь у нас есть доступ к блокам электрооборудования. Тоже можно все обслужить. Печку. Очень все удобно. Дорогие друзья, вот сейчас мы проведем такой небольшой эксперимент. Я намеренно заехал на край острова. Тут трясина, трава. И сейчас попробуем тронуться без поддува от винта. Мы сейчас плавно будем добавлять газ без поддува. Наша лодка не ездит. Теперь мы включаем наш подкульпт. Также плавно набираем обороты. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы стартовать будем с глубокой воды. Ни с косы, ни от берега. Где-то у нас метра полтора. Сначала мы будем выходить на глиссер и достигать скорости 60 км в час без электропорку. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон» Наша задача налить полный бак топлива, чтобы потом, после того, как мы обкатаем лодку, подъедем на заправку, зальем полный бак топлива также и сделаем расчеты и у нас получится реальный расход топлива. Мы сейчас подъехали на заправку, залили полный бак топлива. У нас на спидометре получилось 32,5 километра. Мы берем калькулятор и 24 литра делим на 32 километра. Получаем 0,75. То есть при такой загрузке у нас такой вот расход. Честный расход с электропобойным. Всем спасибо! Спасибо за просмотр! Продолжение следует... Продолжение следует...